сегодня я хочу предложить упражнение в рамках нашего тренинга то есть проводимого тренинга управление собственными состояниями мы уже говорили о том что управлять собственными состояниями это значит уметь в осознанном состоянии управлять и состояниями других то есть по сути дела человек владеющий навыком управлять собственными состояниями это просто владелец мира это как гипнотизер ему подвластно все мы осознаем это и начинаем мы все время каждое наше задание практически каждая наш нашу мысль с того что мы осознаем о чем мы думаем для чего мы выполняем какое-то упражнение я предлагаю сегодня упражнение которое называется иммунитет против страхов и обид так но мы сейчас должны осознать что мы осознанно относимся к тому что нам нужно выработать иммунитет против страхов и обид я предлагаю это упражнение выполнить вот как поскольку в нас уже есть база умения входить в состояние осознанности состо в состоянии спокойствия и неприкасаемости тишины ума и души то мы должны будем переключаться из одного состояния в другое в процессе выполнение этого упражнения сейчас покажу сейчас приведу пример то есть как это сначала мы пишем свою боязнь вот у нас как бы упражнение будет состоять из двух столбиков первым столбики пишите боязнь например я боюсь быть осуждаем вот я я боюсь быть осуждаемой кем-то я боюсь чужих мнений и так далее но я но писать мы будем так я не боюсь быть осуждаемым то есть мы осознанно формулируем для себя как и внушение я не боюсь быть осуждаемым но во втором столбике мы будем писать как об этом о своей позиции не боязни быть осуждаемым сказал бы человек то есть мы должны войти уже мы уже умеем управлять своими состояниями значит во втором столбике мы входим в состояние очень успешного человека лидера человека харизматика человека спокойно абсолютно владеющего собой ситуации полного адеквата хладнокровия осознанности и вот из этой позиции мы обосновываем поясню как это будет выглядеть в первом столбике я не боюсь быть осуждаем во втором столбике позиция вожака позиции осознанности я занят собой я занят своим я пример продолжаю я не боюсь быть непризнанной вожак отвечает осознанность у меня свой путь я не боюсь быть невежливым у меня свои оценки вас и всего происходящего я не боюсь быть непрофессионалом я должен быть харизматичным для меня это главное я не боюсь упреков я воспитываю слабаков не умеющих брать ответственность на себя я не боюсь не выйти замуж я представляю себе жизнь в кайф без чьих-то чьих-то соплей или комплиментов я не боюсь объявлять о себе громко я люблю подразнить своей уверенностью я не боюсь чертей домовых я сама хуже черта и хитрее домового я не боюсь я не боюсь ручащих на меня близких или далеких я умею молчать тренируя и в них молчаливость я не боюсь выйти замуж я умею быть ведьмочкой по всем параметрам параметрам владельства я не боюсь стать начальником я умею строить планы и строить подчиненных я не боюсь стать помолодевшей я люблю ухозяйничать над всеми правилами вселенной я не боюсь брать много денег за ерунду я все делаю для себя и своих удовольствий а мой даже взгляд ценен я не боюсь остаться без денег я умею потормошить всех когда нужна помощь нагло я не боюсь много зарабатывать я люблю когда деньги лепится ко мне автоматически я нагло умею соглашаться им ну вот так понятен ли принцип в первом столбике пишем наши боязни но в отрицательной форме если по факту например я боюсь быть осуждаемой или осуждаем то пишу в отрицательной форме я не боюсь быть осуждаемой а во втором столбике мы должны ответить так как ответил бы на это человек осознанный он бы как сказал я не боюсь быть осуждаемым это вот говорю я отрицает боязнь человек осознанный бы сказал я занят своим то есть у этого человека у него даже не существует такое понятие думать о том о чем там думают другие у него предположение другие думают о своем а может быть у них вообще предположения нет он думает только о том что делает он что важно для него и он может быть думает а скорее всего вообще других не думает он может и других думать только в том ракурсе что как ему других увлечь своим делом если ему надо как от них получить деньги то есть только с выгодой для себя или скажем так в ракурсе своей идеи больше он о них никак не думает поэтому он отвечает входим в состояние осознанности и отвечает я занят своим ну вот еще раз пройдусь я не боюсь быть непризнанной вот есть такая боязнь у некоторых я боюсь быть непризнанным то есть нужно обязательно чувствовать себя авторитетно если не авторитетно то уже нет уверенности мы пишем я не боюсь быть непризнанной как на этот счет ответил бы человек вождь вожак полный адекват он сказал он бы ответил на это так для него это даже непонятно признанным он не признанным он не для этого дело делает он бы сказал у меня есть у меня свой путь это значит что свое знание свое решение все свое ну третье то что я привела в пример это из тех боязни которые уже писали посещающие тренинг я не боюсь быть невежливым то есть вот некоторые люди они прям вот они они как раз боятся быть невежливыми это прям страх какой-то для них понимаете они все время в этой роли как культурно сказать как бы по культурнее себя повести а вот этот человек пишет мы боязнь пишем в отрицающей форме я не боюсь быть невежливым дальше входим осознанно я осознанно вхожу в роль человека мы уже умеем переключать состояние значит состояние осознанности состояние вожака абсолютно хладнокровного спокойствия и как бы этот человек ответил у меня свои оценки вас окружающего событий свои оценки а мои оценки могут быть и невежливыми к примеру он не парится над называнием своих оценок у меня свои оценки у него все свое но некоторые боятся быть непрофессионалом то есть я не могу зарабатывать потому что я еще не профессионал в отрицающей форме это звучит так я не боюсь быть непрофессионалом дальше осознанно входим в роль человека адеквата лидера харизматика вожака вождя хозяина своей жизни автора своей жизни как бы он сказал я должен быть харизматичным для него харизматизм это то за что платят это то что признают за харизматика даже работу сделают ту которую он как профессионал не владеющий в тонкостях этим делом не может сделать и ведь он прав дальше есть люди которые боятся упреков осознанно пишется я не боюсь упреков то есть упреки это когда от меня что-то требуют так как отвечает вожак очень интересно он отвечает я воспитываю слабаков не умеющих брать ответственность на себя вот как он воспитывает я не боюсь упреков упрекаете упрекаете говорите смотрит спокойно равнодушно этим спокойствием равнодушием что делает воспитывает слабаков не умеющих брать ответственность на самих себя правильно дальше есть такие которые я боюсь не выйти замуж вот это из-за этого что она боится не выйти замуж она не выходит замуж она я не боюсь не выйти замуж она не боится не выйти замуж осознанно входит в состояние полного адеквата вожака лидера харизматика уверенности силы и отвечает я представляю себе жизнь в кайф без чьих-то соплей или комплиментов дальше кто-то я боюсь объявлять о себе громко я не боюсь объявлять о себе громко дальше осознанно входим в состояние полного адеквата спокойствия харизматика вожака лидера и отвечаем я люблю подразнить мир своей уверенностью кто-то боится там чертей домовых и так далее я не боюсь чертей домовых дальше осознанное вхождение в роли харизматика лидера уверенного самодостаточного самого достаточного самодостаточного это значит человеку достаточно самого себя для принятия решений для того чтобы быть счастливым нравиться себе заниматься в удовольствие тем чем он любит заниматься как отвечает этот человек я сама хуже черта и хитрее домового я не боюсь рычание на меня близких и далеких некоторые говорят я драгиваю когда кто-то на меня повышает голос из моих близких я не боюсь рычание на меня близких и далеких осознанное вхождение в роль лидера вожака как отвечает я умею молчать тренируя и их помалкивание я не боюсь выйти замуж я боюсь выйти замуж ой а как это быть женой я не боюсь выйти замуж onie каков же ответ того осознанно входим в роль лидERом вожака короле главного я умею быть ведьмочки по всем параметрам параметром владельство чьим-то телом мужскимitetом умом и душой я умею быть ведьмочкой по всем параметрам владельство его телом умом и душой Умеет – умеет, а правда, каждый же умеет. Ну и так далее. Вот такое упражнение вырабатывает иммунитет против страхов и обид. Очень сильное упражнение. И я предлагаю его сделать каждому индивидуально, поскольку страхи и обиды у каждого свои. Только суть упражнения в том, чтобы первое, в первом столбике должно быть отрицание боязни, то есть в форме записано в виде отрицания боязни. Если боюсь быть, боюсь чьих-то мнений, а я не боюсь быть осуждаемым кем-то. А во втором столбике напротив этого предложения надо осознанно войти. Надо попробовать, и это получится. А как бы ответил абсолютный лидер? Абсолютный лидер, всеми признанный человек, публичный человек, практически Путин. Как бы ответил на это? Я занят своим. Вот вы должны ответить и с позиции такого человека. Упражнение очень полезно не только потому, что оно вырабатывает иммунитет против страхов и обид, а еще и потому, что вы осознанно работаете. Вы постоянно входите в состояние осознанности и тренируете это переключение себя и вхождение в состояние осознанности. Дальше натренировывается состояние осознанности еще. И когда вы входите, выполняя второй столбик, в состояние осознанности лидера, вожака, главного, харизматика, абсолютно идеально, сильно, мощно, уверенного в себе, спокойного человека. Поэтому эти качества еще у вас и начинают вырабатываться. Выполняйте упражнение. Те, кому это очень важно, важно это всем. И удачи!